Славянская радио Продолжаем разговор Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 4 мая 2017 года четверг, по одному из старинных 23 день месяца посева на речении 7525 лета третийник. «Осознанный воин любви и света» — такова тема сегодняшнего нашего эфира. Авторы сказителей — Михаил, два Михаила, Зорин и Белояров. Михаил Втору к нам посоединился. Здравия тебе! Всем добрый вечер! Рад всех слышать. Прошу меня простить за опоздание на эфир. Я с вами и готов трудиться. Благодарю. Песня, которая прозвучала, я не могу просто так её слушать никогда, потому что настолько Булата Куджава сумел всё выразить в этой песне, что стой её хочется слушать и очень много навевает. навевает особенно тогда, когда ты знаешь, где твои предки, которые защищали Родину, похоронены, и ты ничего не можешь сделать. Ты можешь, кроме как отдать им любовь, почтение и уважение, больше ничего не можешь сделать. Ну так ладно. Да. Мы продолжаем читать реплики. Давай, хочется сказать, пожалуйста, говори. Да, 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 Алексей, можно я скажу? Хотел сказать, что это действительно очень сильная песня. Вот это и есть как раз кровь и почва, которые просыпаются внутри каждого, кто слушает эти строчки. Вечная слава всем воинам, слава тем, кто положил свою жизнь, отдал свою жизнь за общее дело, за спасение мира, за наведение порядка и за сохранение той целостности того мира, который есть у нас сейчас. Самое главное — за сохранение той картины мира, тех знаний, которые сейчас просыпаются, расцветают в полную силу. И когда чувствуешь это внутри, чувствуешь безграничное уважение, безграничную любовь к этим людям, то просто уже не можешь жить иначе. Очень много людей, лично я знал таких людей, которые при каких-то там важных задачах с ценой своей жизни спасали других, ценой своей жизни закрывали детей, уводили их, принимали на себя удары. Вот это и есть то, что умом не понять и аршином не измерить. Это великая и могучая русская душа. Это тайна. Тайна, которую мы пытаемся познать и разгадать. Ещё мне хочется отметить, что это песня на все времена. Это как память. Вот такие же песни есть, как «Журавли», знаменитая песня, и другие, которые на все времена будут памятником нерукотворным всем людям, защищающим Отечество, защищающим Родину, Державу, Свет и так далее. Так что светлая память. Переходим к вопросам, к репликам. Виталий Микеров из Ютуба. Я по порядку читаю, как они поступали из реплика. «Хочу сказать, что тьма и свет, они неразрывны». Ну, я думаю, что здесь комментировать ничего не надо, потому что ты сказал, что ничего плохого в этом мире нет, и если это существует, значит, для чего-то оно есть. Перефразируй твои слова. И нельзя говорить, что тьма, она плохая всегда, пекельные миры, они всегда плохие. Почему? Потому что если они что-то делают плохое, то в этом случае вопрос, как ты к этому относишься. Ведь если это есть на Земле, это не говорит, что это плохое или хорошее. Вопрос в твоем отношении и применении. Если пекельные миры есть, то вопрос, а кто их создал. Если мы говорим о том, что они сами появились, тогда мы отвергаем великое светлое начало. И в этом случае тогда, да, это мы некто, вообще непонятно кто и непонятно зачем. Если мы говорим о том, что всё это было создано из одного источника, и свет, и тьма, и пекельные миры, и светлые миры, то в этом случае тогда они были созданы не просто так. Вопрос, как ты к этому относишься, как ты себя проявляешь, какое противодействие или непротиводействие ты оказываешь, как ты это воспринимаешь, как абсолютное зло или то зло, которое необходимо в какое-то время для определённых действий с твоей стороны, для роста тебя и так далее. О этом тоже Михаил уже сказал. Идём дальше. Вопросы Ферротианы. Здравия, сказителям Алексея, очень вы интересно повествуете. Я сама занимаюсь йогой, но о чём вы говорите, это по сути агни-йога. Данное понятие ввели Николай и Елена Рерих. По сути, одно из направлений теософии. Но ведь всё в мире взаимосвязано. И во Вселенной всё находится в равновесии и гармонии. Наши пращеры тьму почитали ровно столько же, как и светлых солнечных богов. Так с кем воюете? С низкочастотным проявлением мира? Благодарю. Кто ответит? Можно я начну? Начинай. Спасибо за вопрос. Мы воюем с теми, кто идёт, кто хочет изменить свет. Если, грубо говоря, вы живите сами в своём колхозе, развиваетесь там и проходите ту эволюцию с той скоростью, с которой вам нужно. А мы будем жить в своём и проходить свои уроки. Если вам интересно, заходите, посмотрите, чем мы занимаемся, как мы это делаем. Пожалуйста, поделимся. У нас община, у нас всё открыто. Интересно, чтобы мы узнали, что у вас. Пожалуйста, мы тоже придём, посмотрим, может быть, чем-то вам подмогнём. Поэтому здесь, когда один тип сознания, одна вера, одна религия идёт на другую, вот как раз с этим и воюем, с теми, кто бросает вызов. Тем, кому не живётся так спокойно, кому мало места, кому мало ресурсов. Ресурсов на планете Земля безграничны. Помимо нашей планеты, есть другие планеты Солнечной системы, в которых также можно разместиться, которые также, я уверен, обитаемы, где тоже есть примерно похожие температуры, климат. Что-то добавить есть? Да, я добавлю. Спасибо огромное за вопрос. И на вопрос, с кем воюете, тут немного, может быть, повторюсь, так как предыдущий эфир не весь слышал. Но здесь речь скорее идёт о том, что мы, как воины нового типа, к которому мы стремимся, то, о чём Миша до этого рассказывал, мы как раз отвечаем за то, чтобы создать мир и помочь этому миру дойти до такого состояния, когда саморазвитие будет нормой для большинства человечества. Когда ясные мысли, здравые мысли, не уничтожение природы и паразитический тип сознания, а общинный тип сознания, тип сознания созидающий, станет главенствующим. И в этом смысле можно привести пример на примере тех же самых радикальных исламистов, которые, по сути, да, низкочастотные проявления, да, безусловно, это часть творца и часть, скорее всего, замысла всеобщего. Но эта часть мешает развитию с точки зрения, то есть она не созидает, она разрушает. И когда разрушение доходит до определённой критической массы, ну, есть точка невозврата. Воины должны держать правила. В моём понимании, и вот то, о чём мы с Мишей говорим, пытаемся передать, и то, к чему стремимся, войны держат правила, при которых система развивается, при которых всё развивается по законам божественным. То есть минимальная полнота знаний рождает минимальную полноту системы действий, минимальную полноту развития. Потому что если мы говорим, что низкочастотное, не нужно никак его проявлять, ну да, подставили, ударили по левой щеке, подставь правую, потом тебя заколотили, извиняюсь, и некому уже никому ничего подставлять, и защищать уже некому. По сути, технология организации войн, она для этого и сделана, чтобы в первую очередь уничтожать носителей. Носителей правил, носителей духа, носителей знаний, носителей ценностей, носителей определённого мировоззрения. Если мы вернёмся немножко в историю, опять, быть может, повторюсь, то везде, как правило, сталкивались белое сознание с белым сознанием. Только там вирус определённый, в одном из них всегда был определённый вирус поселен, который считал себя лучше. И вот это разделение на части, оно и приводило к столкновению. По сути, что родноверие, что роднолюбие, что восточные знания в виде дао и так далее, и так далее, что буддизм в его исконном проявлении — это всё было ранее. Единая картина знаний, единая мировоззренческая парадигма, как бы сказали учёные, или единая вера, которая просто разделилась, и части стали заявлять о том, что они более правильные, нежели всё в целом. Поэтому, отвечая на вопрос, а с кем же мы воюем, мы ни с кем не воюем. Мы как раз всех принимаем и наводим порядок, если этот порядок нарушен. И правила божественные нарушены, кто-то же должен навести порядок. Вот этим воины и занимаются. Спасибо. Раз уж ты сказал «ударь по одной щеке», да, запрет такой произнёс, был во время Великой Отечественной войны такой интересный случай, который задокументировал. Как-то в партизанский отряд пришёл батюшка-священнослужитель, здоровый такой, крепкий. А там народ разный. И молоденький такой парнишка, который атеист был полный, подходит к нему и говорит «ну вот ты поп», тут говорит «ну да, священнослужитель, а как ты будешь воевать с немцами?» «Ну как, так и буду». «Ну как же, заповедь-то у тебя есть такая, вот ударит тебя по одной щеке, и как? Дал ему по щеке, а ты должен терпеть». Ну поп стоит, терпит. А там сказано «как? Поставь другую, и как по второй щеке ему? Даст». Вот видишь, так ты будешь терпеть, молчать. Немцы тебя будут бить, а ты будешь молчать. А если тебя третий раз замахивается, поп, как даст ему в лобешник, тот брык отлетел, а про третий раз, сын мой, там ничего не сказано. Очень-очень точно. Да, очень точно. Мы долго-долго терпим, терпим, когда наступают, вот почти дошли до Москвы, уже вот-вот, вот-вот, как развернемся, как дадим, что ж это искры стоят. Поэтому да. Но дальше Волге еще никто не доходил. Ну, понятно. Реплика в эфир от Солнца. Михаил, но ведь тьма вышла, из тьмы вышла жизнь. Например, ребенок в утробе матери находится 9 месяцев во тьме. Это вопрос, да? Это реплика. А дальше вы можете ее развернуть. Я понял. Значит, тьма не значит та тьма, которую мы сейчас видим. Сейчас по московскому времени, почти 10 часов вечера, солнышко уже ушло на обновление, и, можно сказать, наступила тьма. Темно же. Тьма не значит, есть темно. И тьма, вот, я в своем понимании стараюсь перейти от тьмы к земному. Все земное, все твердое. Поэтому тьма — это земное, земное — это твердое. Это мое тело, это тот твердый, который меня окружает. А свет — это душа. Свет — это то, что нельзя увидеть, нельзя почувствовать. Это несколько иные понятия, они не связаны с включательным в комнате. Свет есть или его нет. Поэтому давайте будем смотреть более широко на это понимание. Я, пожалуй, тоже немного добавлю. Поддержу Мишу в его высказывании относительно, что всё вышло из тьмы. Здесь действительно нужно разделить, наверное, небесное составляющее и земное. Небо и земля, они противостоят друг другу, они друг друга дополняют и дают единство. Это как мужское и женское начало. Везде его можно найти. Хоть в иньяне, хоть где угодно. Везде есть мужское и женское начало. И вот то, что сейчас принято ассоциировать с чем-то тёмным, таким непонятным, вот это всего лишь женское. Это всего лишь земное, это всего лишь хаос, если так говорить. А мужчина — это дух, это свет, это порядок. И только при взаимодействии мужского и женского появляется целостность. Вот здесь, наверное, правильнее будет ввести ещё третью составляющую в виде, скажем так, ну не знаю, назовить это иерархией, которая занимается диверсионным анализом этой единой системы и которая всё время старается их разъединить. Тогда, наверное, более полно достроим мы систему. Ну так, в общих чертах. Спасибо. Да, Алексей, разреши, я ещё скажу, такой пример смешной пришёл. Вот давайте жить всё время в свете. Вот солнце включим, и всё время солнце будет. День, два, три, четыре. Человеку надоест, начнёт прятаться, укрываться в пещеру, куда потемнее. Тем более, вот мы живём на планете Земля, без ночи будет немножко скучно, та загадка, тот шарм уйдёт. Поэтому веселей. Ну если уж веселей, то в этом случае хочется ещё отметить, что слово «планета» тоже не является славянским словом. Планета – блуждающее небесное тело, типа звезды. Блуждающая звезда, если так более подробно переводить, один из переводов. Поэтому, наверное, Земля, она и есть Земля. У каждой Земли есть своё имя, есть звёзды, есть Земли, есть Солнце и так далее. Миров огромное количество, но там есть разные объекты, в том числе и Земли. Ну это так, к слову. Вопрос эфирный. Да, соглашусь. Здравия, уважаемый ведущий и сказитель Михаил. Благодарю за яркие образы, которые ты предлагаешь. У воина есть берегиня. Как в твоей семье? Тебе помогают и оберегают? Да, мне очень помогают и очень оберегают. Женщина – это непознанная стихия. Женщина – это, как сказал Михаил, то, что мужчине нужно познать, то, что нужно прояснить и сложить целую целостность. Женщина, она очень сильно помогает. Вот у меня есть цель, у меня есть моё предназначение. Я действую в интересах своего рода, я действую вместе с Творцом, я привношу в этот мир лучше, я несу в этот мир любовь. Я структурирую то пространство, которое есть вокруг меня, я делаю лучше работу, делаю лучше людей, стараюсь помогать им. Причём не настойчиво, своим примером. Своим примером помогаю им. И женщина, она действует в рамках моей цели. Она видит, а вот мужчина, лидер, как это, ну, бобслея там, как они там, первый, второй номер есть, первый управляет, второй там только нужен на разгоне, а так просто лежит в этом тюбинге, или как он там, в санках лежит. Вот мужчина — это тот, кто управляет и ведёт. Женщина, она одухотворяет, она наполняет мужчину, она его уравновешивает, и она ему помогает в движении, помогает в первую очередь своим внутренним состоянием. Ведь ни для кого не секрет, для женщины очень великий соблазн иметь красивую жизнь, иметь роскошь, окружить себя роскошью, красивые одежды, большие квартиры, дома. А вот такая женщина, она не является берегиней. И мужчина преследует, не мужчина, не преследует, мужчина идёт на поводу у целей женщины и воплощает ей всё это. Это перевёрнутая обратная модель семьи. Когда женщина берегиня, она действует в рамках цели мужчины, она ему помогает. И её внутреннее состояние действует на него самым чудесным и волшебным образом. Ну вот идём мы на задачу. всё облетает. Мужчина идёт, вот я, вот давайте спущусь на себя, я иду по чувству, я иду и чувствую, где может быть опасность, я обойду этот момент, я чувствую, когда нужно остановиться, я в балансе. Моё мужское, женское в балансе. Во мне нет страха. Я знаю, что я здесь делаю. И в этом мне очень сильно помогает моя жена. Все те земные привилегии, которых я добился за свою жизнь и которых у меня немало, я полностью их разделяю со своей женой. Мой успех — это успех моей жены. Я даже скажу больше. Мой успех — это успех нашего общего дела, нашей общей команды. Это успех и других людей, и которых нет сейчас в эфире. Это успех и Михаила, который сейчас с нами в эфире. Потому что мы вместе делаем это пространство, вместе его познаём. Но самый ближайший, так самый ближайший спутник, как у Земли, Луна, такой спутник — это женщина. Мужчина и женщина. Просто некоторые женщины не до конца осознают и понимают, какой силой они обладают. что скрыто внутри них. Но для этого мужчины есть, чтобы помочь женщине осознать всё это и двинуться в развитие вместе с мужчиной, обслуживать его цель. Многие души кладут не одно воплощение, чтобы научиться этому и прийти в баланс. Это главная задача — сложение в паре. Что-то добавишь, Михаил? Про Берегиню. Пожалуйста. Про Берегиню. Если говорить применительно к себе, то моя Берегиня сейчас, скажем так, находится в стратегическом отпуске. Но роли места женщины, безусловно, в моей жизни присутствуют. И я очень разделяю мнение Михаила. Я даже добавлю больше, что женщина не просто земля в этом понимании. Это та самая плодородная почва, семя мужчины в которой может взойти. То есть одно без другого не может существовать. И то, о чём Михаил сказал, и на задачах, и вообще по жизни, безусловно, это всегда общий успех. Это как вот можно пронаблюдать в жизни этот закон, этот принцип. Мужчина проводит дух. Он зачинает ребёнка своим семенем. Он проводит душу ребёнка. Души детей приходят через мужской род, приходят через мужчину. И женщина — это цель мужчины. Это цель рода. Женщина, она как благодатная земля. Она принимает это семя. Она его взращивает внутри себя и даёт малышу тело. Но душу провёл мужчина. Вот на примере этого можно понять, как должны взаимодействовать мужчина и женщина, как они должны складывать. И в этом сложении рождается мужчина-воин и женщина-берегиня. Понятно. Реплика эфира Тианы. Сама живу на Кавказе. Сунниты не признают шиитов за их радикальные меры и различия в обрядах шииты в чём-то схожи с алавитами, которые когда-то являлись солнцепоклонниками, поклонники солнца. Полагают, что Али произошёл из сердца солнца. Думаю, сказитель понимает, о чём я. Также может что-то дополнить своё. Было бы интересно его мнение. Михаил, разреши? Да-да, конечно, Миша. Я просто почему спросил разрешение у Михаила. Ему эта тема очень нравится, она ему очень близка. И он многое что может сказать. Я от себя скажу немного. Я думаю, что Михаил раскроет основное. Я скажу, что вот если бы пророк Мухаммад жил бы сейчас и увидел, как трансформировалась его вера, что она по-настоящему превратилась в религию, он был бы очень удивлён. Не было при нём ни шиитов, ни суннитов. Я скажу так, что в исламе есть такое течение, которое называется суфизм. Это, на мой взгляд, самое близкое, что может быть к свету, самое близкое, что может быть к познанию себя, к развитию себя. Потому что эти ребята, у которых такая картина мира, они идут через любовь. и они во всём явном ищут скрытое. И они действительно стоят в развитии. Есть несколько, точнее, несколько, есть один турецкий лидер, который этим занимается, и вокруг него есть команда, которые этим занимаются. И я чувствую, что ключ к развитию ислама лежит там. Да, Михаил, спасибо. Действительно, тема очень интересная и глубоко мной изучалась. Не хотел бы сейчас уходить чисто в ислам, как в религию изучения её развертывания, но то, что наша слушательница отразила, это, безусловно, так. И шииты, и суниты, по сути, это искусственно разделённые типы сознания. Потому что и у тех часть пути, и у тех часть пути. Если их соединить, и только так, в моём понимании, в дальнейшем может развиваться ислам. Только если эти два течения, две ветки, начнут искать общее соприкосновение. И, как Миша уже сказал, действительно, в Турции есть очень интересный ординг, такой, достаточно известный, который непосредственно занимается этим. это их направление деятельности, они действительно суфи, то есть это мудрецы внутри ислама. И если мы говорим об исламе и о Коране, то действительно здесь нужно, наверное, идти всё-таки выше, или, как сказать, глубже в историю и переходить к аддатам, к тем правилам жизни, которые были у мусульман до принятия ислама. И там действительно был культ солнца, и там действительно была та же самая белая картина, белая вера, если так её можно назвать. То есть всё едино. то, о чём уже здесь неоднократно было сказано. Реплика эфира от Виталия из Эстонии. Но ведь если они показывают, они же показывают не вам, а вашим детям, естественно, у молодых нет представления, что такое хорошо, то есть свет, и что такое плохо, то есть тьма. Поэтому тут не всё так просто. Те, кто разобрались со светлой и тёмной тьмой, со светом и тьмой, понимают. Те, кто ещё не осознал, они и не могут своим разумом различить или отличить. Так что береги наших и ваших детей. Вот такая реплика. очень интересная реплика. Получается, что война-то нам не нужна, нам бы в своём колхозе разобраться. Нам бы о себя познать, себя изучить, детишек своих взрастить, дать им правильные образы и смыслы, дать им правильное понимание слов. Об этом мы с вами ранее разговаривали. Очень точно и очень верно. Войны любви и света за это. Мы поддерживаем развитие в семье, развитие с детьми. И ещё хочу сказать, что детишки это очень большие учителя наши. Наверное, самые могучие. Попрошу Михаила дополнить меня, если я что-то забыл. Безусловно, реплика заслуживает отдельного внимания, что развлечение не наступает сразу. И для нас с Михаилом это был непростой путь, нелёгкий путь. И я бы сказал, что этот путь бесконечен. Потому что совершенствование развлечения всегда начинается с себя. Если я внутри себя различаю, где моё тёмное, где моё светлое, где моё негармоничное, то, безусловно, я смогу это различить и вовне. Что касается детей, то мы, как родители, только личным примером, сами встав на свой путь, путь развития искренней, душевной, развития своей души с помощью ума и тела, только так можем показать личным примером. Дети учатся только на личных примерах. Они как на первом этапе, как, я извиняюсь за, может быть, немножко приземлённое сравнение, они как ксероксы, они копируют всё то, что родители и та среда, в которой они находятся, производят, скажем так. Поэтому, безусловно, от нас зависит от того, берём ли мы на себя ответственность, за самих себя в первую очередь, и за то, что мы делаем. Если мы за себя берём ответственность, тогда мы можем дальше взять ответственность за семью, за пару, за семью, в виде детей, за род, за народ и за планету Земля. В конце концов, все мужчины войны, и наша общая цель стратегическая, это чтобы не было войны. Нам и так есть чем заняться, кроме как воевать. Очень много творческих задач стоит перед человечеством, и это гораздо интереснее, чем война. Но защищать мы себя тоже умеем, и этому тоже нужно учиться и учить наших детей. Спасибо. Дальше реплика из Ютуба. Не по-русски написано имя, поэтому предупреждаю всех, кто пишет не по-русски своё имя. То есть вопрос от того-то, того-то, написанный не по-русски, я буду воспринимать как вопрос от дяди Стёпы или тёти Степаниды. Поэтому предполагаю, что вопрос от дяди Стёпы реплика в эфир из Ютуба. Учиться своему это правильно, но не уступать тёмным и не считать их учителями, а таких сегодня на планете тёмных много. И вовсе они не учат нас, а уничтожают. Ну, тут позвольте я начну. Тема мне любимая. Позволяйте, давай. Тема мне любимая. Вот чтобы, наверное, дальше не развивать эту тему тёмное, светлое, они нас уничтожают, не уничтожают. Давайте посмотрим фильм замечательный, кто забыл или вспомним его «17 мгновений весны». И там Штирлиц был одет совсем не в советскую форму, совсем разговаривал среди немецкой среды, совсем не на русском языке. И в то же время он выполнял очень важную задачу, очень важную для, опять же, для себя, для своей пары, для своей семьи, для своего рода, народа и для планеты в целом. Поэтому, когда мы огульно хотим сказать, что они нас не учат, но я так скажу, если мы не знаем своего врага, тогда мы не сможем с ним эффективно взаимодействовать. И тут позволю себе процитировать Владимира Владимировича Путина, который сказал, врагов держите ближе, чем друзей, чтобы понимать, что они затеяли. Потому что, если мы их будем отталкивать и не воспринимать их как просто плохих, мы не сможем создать условия, при которых они или исправятся, и такие тоже случаи были в нашей смешной практике, или они просто будут вынуждены уйти, ну или им помогут уйти. Пожалуй, так. Михаил, что-то добавишь или дальше идём? Идём дальше. Михаил сполна ответил на вопрос. Ясненько. Но тогда, может быть, я ещё добавлю несколько слов. Ведь если не применять тренажёры, то человеческое тело превращается в некое амебообразное существо. Мышцы размягчаются, кости и связки ослабевают, ну и так далее. Если не развивать ум, не поддерживать мозг в рабочем состоянии, он тоже заплывает жиром, и ничего хорошего из этого не происходит. Поэтому нужны некие тренажёры в нашей жизни. Тренажёры бывают разные для разного уровня людей с разным уровнем понимания. Для людей здравомыслящих тренажёры являются неким их произведением. То есть здравомыслящие люди сами себе придумывают тренажёры для того, чтобы содержать своё тело, свой дух, свою душу, свои мысли в порядке. А вот для людей не совсем здравомыслящих, коими сейчас в огромном количестве населена земля, существуют природные тренажёры, какие-то трудности. К примеру, там какой-нибудь негодяй проходит, что-то сделал, надо за этим негодяем побегать. Или другой негодяй подошёл, что-то собирается сделать, надо от этого негодяя быстро убежать. собака вдруг ни с того ни с сего заставляет перепрёгить через высокий забор. Кто-то пришёл и хочет отнять что-либо и необходимо уметь себя защищать. Это природные тренажёры, которые присутствуют, коим относятся как раз серые, чёрные, тёмные и так далее, которые созданы для идиотов, не понимающих сути жизни, но которых этих идиотов надо держать в порядке, заставлять их мыслить, то есть давать им стимул. Напоминаю, что стимул это как палочка заострённая для погоняния мулов. Сти палочка, мул, то есть в задницу тычут, мул идёт, не тычет, он не идёт. Вот примерно такой же стимул необходим для тех, у кого мозги жиром заплыли, они не понимают, кто они на этой земле, для чего они на земле. А здравомыслящий человек всё это прекрасно понимает и как космонавт, находящийся в невесомости, одевает на себя специально сделанные тренажёры и специально занимается. Он сам себе тренажёры придумывает, чтобы его мышцы были в порядке, связки были в порядке, чтобы, вернувшись на землю, он был нормальным человеком. Вот если вы относитесь к нормальным людям, тогда природные тренажёры вам уже будут не нужны, и эти все серые, тёмные, чёрные останутся без работы. Если же вы относитесь к немножечко ненормальным людям, то тогда серые, чёрные и тёмные будут вам естественными тренажёрами. И тогда много палочек заострённых найдётся, направленных на вашу задницу. Вот как-то так. Алексей, благодарю тебя за такое столько разочные образы. Здесь бы, я, наверное, дополнил, мы с Мишей это называем язык жизненных обстоятельств. И с помощью этого языка с нами разговаривают наши, скажем, предки. Они помогают с помощью, как ты говоришь, тренажёров тех или тех нам двигаться, если мы этого ещё не умеем делать самостоятельно. Ну или разленились. Спасибо огромное. Алексей, разреши ещё через твои реплики. Почувствовал очень остро и хочу вернуться к теме религии. Я чувствую, что немножко там есть момент непрояснённый. Возвращайся, конечно. Что касается религий. Всё, что есть на планете Земля, всё для чего-то нужно. И все религии, которые присутствуют, они тоже нужны. В моём окружении есть очень близкие мне люди, которые проповедуют христианство. среди моих друзей есть мусульмане. Причём, как с одной стороны, как шииты, так суниты, суфисты, разные абсолютно. Со всеми дружу, со всеми нахожу общий язык. Я очень люблю ездить на источнике купаться. Я могу сходить в церковь, поставить свечку. Но я понимаю, что я делаю. И я понимаю, с кем я в этот момент общаюсь. Или я что-то вечно прошу, или я кого-то благодарю за что-то. Благодарю за те уроки, которые ко мне пришли. Поэтому я прошу понимать правильно, что вот это вот дробление, которое есть сейчас, оно зачем-то нужно. И через это мы учимся. Просто тело у всех одно, душа у всех одна. Но картина мира, она разная. Начинка внутренняя по образом и смыслам, она тоже разная. И найти здесь общее, увидеть общее, а общее — это душа, это воистину бесценно. Поэтому абсолютно я почувствовал, что в нашем рассказе уважаемые зрители могли почувствовать, что мы начинаем разделять, пользоваться теми методами, которые используются сейчас тёмной иерархией. Нет, мы не разделяем, мы просто обозначаем. Есть такое, приходим на рынок, есть яблоко, есть бананы, есть апельсины, есть кокосы, бери, что хочешь, а кто-то возьмёт и сделает салат. Всё это помешает, польёт чем-нибудь, скажет спасибо всем тем, кто это вырастил, кто доставил на рынок, кто продаёт и благополучно скушает. это называется универсальный тип сознания, который включает в себя всё многообразие мира. Это как калейдоскоп такой, смотришь, он на солнышке играет разными красками, разными узорчиками. Вот что хотел прояснить, что хотел внести ясность. Давайте будем относиться с любовью каждому проявлению Творца на нашей планете. Хорошо. Идём дальше. Вопрос эфир от Солнца. Михаил, что ты конкретно делаешь, как воин света и любви? Благодарю. Поскольку два Михаилов, это такой вопрос. Михаилы, что вы конкретно делаете, как воины света и любви? И не надо телефон возить по столу, от него шум идёт. Кто будет отвечать? Какой из Михаилов? Ну, давайте я начну. Миш, к тебе просьба, выключи пока микрофончик, то действительно очень сильно шумит у тебя что-то. Или просто хотя бы не вози по телефону там ничем. Нет, у меня не возится, я просто на улице, иногда ветер бывает, шумит окружающее. Скажи ветру, чтобы он не шумел, мешает. Давай, Михаил, говори. Так вот, что я конкретно лично я делаю, как вон любви и света. И в этом смысле рекомендовал бы, кто захочет, делать то же самое. В первую очередь я изучаю себя. Себя не просто как что-то непонятное для меня, я изучаю себя как душу, стремящуюся к определенному уровню развития. Себя изучаю, изучаю своё взаимодействие с женщиной, я изучаю, как устроен мир не только духовный, но и материальный. У меня есть чёткое понимание своего какого-то проекта и предназначения в жизни. Я это всё связываю с задачей моего рода, из которого я пришёл. И ту задачу, которую род мне поставил, и я сам себе определил перед воплощением, я её выполняю. В этом смысле я как воин, как себя ассоциирую всё-таки человеком из сословия воинов, стремлюсь к следующей ступеньке в этом развитии. это уровень жрецов. То есть если мы возвращаемся к сословному устройству общества и так далее, и так далее, то есть я постоянно нахожусь в развитии. И в этом смысле есть, конечно, ряд проектов, которые, может быть, сейчас не стоит просто всё это озвучивать. Я имею в виду в материальном мире, в обычной повседневности, которые сейчас запускаются, там научная работа, ещё что-то, ещё что-то. То есть это весь тот набор, это вот вся моя жизнь. То есть моё развитие, оно не... То есть воин — это не что-то такое, хотелось бы вот ответить так, воин — это не что-то такое эпохальное, такое вот какое-то, знаете, понтосодержащее, вот так бы я сказал. Это просто определённый уровень миропонимания, наверное, мировоззрения и мироустремления. Вот я бы так сказал, душеустремления. Вот куда душа стремится? Я понимаю, что есть задачи и цели, которые невозможно мне, как воину, выполнить в одиночку. То есть есть цели, которые невозможно выполнить в одиночку, достичь их в одиночку. Для этого есть Михаил, для этого у нас есть группа, для этого у нас есть соратники, которые вместе с нами трудятся, и мы... Каждый день что-то новое у нас, как творческая лаборатория, каждый день. Это очень интересный процесс, жизнь вообще интересная штука. И вот именно как воин любви и света я постоянно нахожусь в развитии. Не беру сейчас именно военную отрасль. Ну, то, что, грубо говоря, вы можете видеть там по телевизору, там, где участвуют разного рода наши подразделения. Ну, так, вкратце, наверное. Как воин, как воин, что я делаю? Вот прихожу я к начальнику, и тот начинает мне говорить, где это, где то, вот твои парни сделали то, сделали это, все не так, все не то, ты не такой, иди отсюда и справляйся. Вот, как воин любви и света, я отношусь к его критике положительно. Я слушаю, что он мне говорит. Я действительно признаю себя, здесь не доработал, здесь не доделал. Внутренне благодарю его за эти замечания, пусть они сказаны не в совсем гармоничной форме, но, конечно же, если это слишком сильно перескакивает, то прошу вернуть ту границу дозволенного, и учитывая всё это, иду, исправляю своё поведение, и стараюсь сделать лучшее в коллективе. Потом прихожу, бодро, весело говорю, что вот-вот-вот, сделал то, сделал это, спасибо большое за замечание. Если у меня ссорятся дома дети, я не кричу на них, не забираю у них предмет спора, и не говорю, ах, раз вы из-за неё ругаетесь, значит, нужно изъять её у вас, и вообще убрать из нашего обихода. Я сажусь и начинаю с ними разговаривать. А что один ребёнок чувствует, а что другой ребёнок чувствует, что один хотел, что другой хотел, объясняю, что не стоит ссориться между близкими людьми. Говорю им о том, что нужно учиться в жизни делиться, нужно учиться в жизни доброте, нужно проявлять любовь к ближнему. И вот через такие простые слова показываю им. То есть что я делаю как воин? Я действую. Я действую в интересах света, я действую в интересах своей души, я действую по совести и с помощью любви. В каждом мгновении, в каждом действии, в каждой мелочи в жизни. Действительно, я вот в своём развитии ещё не достиг такого совершенства, чтобы осознанно подходить прям вот к каждой мелочи. но это уже становится для меня образом жизни и я во многих вещах это замечаю, хотя элемент механичности ещё остаётся, то есть на пути. Воин действует. Это девиз. Я бы ещё добавил, спасибо, Михаил, я бы ещё добавил здесь вот к действию воина ежедневному во всех сферах своей жизни воины в целом и мы как представители воинов с Михаилом они не ищут общего врага, это очень важно, это модель старого воина и как заявлено в теме старого патриотизма или там родолюбия, мы говорим о том, что воины должны стремиться к общей цели, которую нельзя достичь в одиночку. Это та самая цель, которая гласит установить мир на планете Земля и лучшая война та, которая не состоялась. Вот, пожалуй, всё. Спасибо. Ну да. Хорошо. Реплика эфира от Виталия из Эстонии. Как писали наши мудрые предки, которые прибыли в Грецию, нет войны, иди читай книги, есть война, иди воевать и писать книги время от времени, поэтому они были мудрыми людьми. Я не уверен, что наши предки прибыли в Грецию, на самом деле, меня иногда так это удивляет. Мне кажется, были наши предки там всегда, а уж те, кто сейчас являются современными греками. Вот они по каким-то причинам туда прибыли. Да и Греции как таковой не было. Была страна жрецы, потому там много жреческих различных сооружений. Вот. И таких жрецы было несколько, где жрецы жили, и поэтому жрецы назывались. Ибо Греция как таковая появилась не так давно, если внимательную историю так пошерстить, почитать, посмотреть, когда она образовалась, на каком языке там говорили, и какие там названия, мест в этой самой Греции. Вы будете удивлены, что написано буквами иностранными, но греки не понимают, что это слово означает. Вот русский человек понимает, что за этими названиями скрывается. Реплика эфира от Виталия из Эстонии. Наши предки трудились в полях, огородах, в ремесле, в кузнецах и так далее. Ну вот открытие нам Виталий из Эстонии сделал. Молодец. Теперь мы будем знать, чем занимались наши предки. Реплика из Ютуба от Игоря. Просто объясни, кто такие тёмные в твоём понимании? И считаешь ли ты, что наша планета захвачена именно ими? Вот такой вопрос ребром. Итак, Михаилы, кто же такие тёмные в вашем понимании? Тёмные — это те, которые не светлые. Пошучу немножко. Да, очень это, очень точно. Алексей, прошу вернуться вот к Виталию. Он очень важные вещи сказал. Мне бы хотелось раскрыть его реплики, а потом перейти вот к этому такому жёсткому и строгому вопросу. Ну, давай вернёмся к Виталию. Виталий, мы к тебе вернулись. Давай. Я вот тоже слежу за чатом. Виталий очень пишет интересные вопросы. Спасибо тебе большое. Значит, ремесленники, кузнецы — это каста, можно сказать, на простой язык крестьян. Помимо этого есть ещё воины, управленцы, князья-теры и жрецы. Вот наши предки были во всех четырёх кастах. Во всех четырёх. Если упростить немножко систему, то это крестьяне, воины, жрецы. То есть, воины-управленцы. Все управленцы выходили из воин. что касается Греции. Алексей очень точно сказал, это удивительные места, это то место, где жили наши жрецы. Там очень много сохранённых храмов, там очень много вещей, которые до сих пор современная наука объяснить не может. И давайте даже посмотрим, что делает Россия в Сирии. Вдумайтесь, название Сирия с Ирия. Не о том ли Ирии светлом мы сейчас говорим, и не он ли, не образ его ли заложен в название этой замечательной страны? Сколько там прекрасных памятников находятся, которые уничтожаются. Кстати, одна из задач всех тех действий, которые там ведутся, это уничтожение с лица земли тех исторических мест, которые могут нам напоминать о великом прошлом, о могучем прошлом наших предков и тех людей, которые там жили. Поэтому я полностью согласен наши предки были везде, и они несли свет, несли знания по всему миру. Если у Михаила есть, что-то добавить по этому вопросу? Я думаю, что историческая справка была великолепной, Михаил. Благодарю. Так, а вторая реплика, ты уже её обозначил, да? Я хочу тоже себя дополнить. На мой взгляд, всё-таки надо иметь представление о том, что не только были касты, а были ещё варны. Вот то, что ты сказал, это, скорее всего, к варным относится, варновое предназначение по рождению. А касты всё-таки в представлении русского человека это некие профсоюзы тружеников, связанные с какой-либо профессией, где, если так разобраться, ка-это объединяющее что-то, а сто это сто человек условно, вот если собирается сто человек кузнецов, то это будет каста кузнецов, и если это, например, кожевениками, то это будет каста кожевеников. Артели своего рода, Да, это артели, то есть ка-каста это не жёсткое, как в Индии у нас представление о том, что вот родился и дальше нельзя перейти, а каста это когда есть объединение, артель какая-то, или не обязательно это артель, это может быть просто объединение, профессиональное объединение, где люди могут обмениваться опытом для того, чтобы улучшать своё качество, качество своей продукции, и они не обязательно могут жить в одной деревне, они могут жить в соседних местностях для того, чтобы обмениваться, собираются вместе, проводят то, что сейчас современным условием фестивали называется, некие такие показательные выступления, семинары, тренинги, опять же, современными словами. И вот там как раз они обмениваются. И ребёнок, родившийся в семье, принадлежащей Касте, к примеру, Кузнецов, его первая задача — познать мастерство своего отца. Но после этого ему не закрывается выход в мир, и ни в коей мере он не ограничен только кузнечным делом. Он может заниматься чем угодно. Но сначала он должен освоить дело своего отца — пройти с самого начала до какого-то определённого уровня мастерства. И после этого он может переходить уже в другой какой-то профсоюз, в другое объединение, в другую артель, и там заниматься повышением своего мастерства в неком другом направлении. И это не говорит о том, что он там же тоже может остановиться. Это может быть какой-то правитель, и для того, чтобы править этой местностью, ему необходимо изучить и это мастерство, и это, и это, и это. Если мы учитываем, что был возрастной ценз для правителей, то есть невозможно было 18 лет, если, конечно, не семипядей во лбу с точки зрения не роста, а с точки зрения знаний и умений и представлений, стать правителем местности. Там очень жёстко к этому всегда относились. Были определённые условия. Так сказать, фейс-контроль, опять же, современное противное слово. Так вот, по этому касту никогда ограничений у нас не было. В Индии и в странах ближайших к Индии там как-то всё более жёстко. Ну, там понятно, почему не будем сейчас туда залезать. А вот варна — это уже духовное предназначение. Это то, что по роду написано, кем тебе быть. Даже если ты родился в семье кузнецов, но по варне ты витязь, а витязь — это не всегда воин, витязь — это всё-таки управленец. На войне это управленец и воин. Какой-нибудь там, может быть, воиноначальник, не просто рядовой воин. А в быту, не в войне, ты какой-нибудь, может быть, князь, который управляет какой-то вотчиной, который отвечает за что-либо. Ну, управленец высокого уровня, может быть. Там тоже есть свои разграничения. Вот. Поэтому родившись, например, среди кузнецов, но в варне воинов, в варне витязей, ты в конечном итоге, пройдя обучение в кузнецах, будешь изготавливать то вооружение, которое тебе, ну, к примеру, да, будешь изготавливать то вооружение, которое тебе больше будет подходить. И в дальнейшем ты, познав это, сможешь понимать, чем твои отряды, чем твои полки, чем твои орды, опять же, русское слово, вооружать более правильно. Поэтому варна и каста не есть одно и то же, но они могут быть между собой взаимосвязаны. Так, ладно, идём дальше? Да, да, идём дальше. Спасибо большое, Алексей, за разъяснение. Это действительно так. Человек может переходить из одной в другую. В Индии лишь отголоски и знания сохранились в том виде, в каком есть. Спасибо. Так, ну и вот теперь к жёсткому вопросу. Переходим от Игоря из Ютуба. Просто объясни, объясните, я буду переводить, кто такие тёмные в вашем понимании? И считаете ли вы, что наша планета захвачена именно ими, то есть тёмными? Наша планета никем не захвачена. Кто такие тёмные? Давайте посмотрим с другой стороны, со стороны градации. Свой, чужой враг. Разберёмся вот в этих понятиях. Свой — это тот человек, который поддерживает мою картину мира, который созидает, а не разрушает, и который стоит в развитии, со мной рядом, двигается, вот как на примере нас с Михаилом и нашего небольшого колхоза. Чужой — это тот, кто не двигается, как мы, не поддерживает белую картину мира, божественную картину мира, но находится таким вот нейтральным наблюдателем. Ну, просто смотрит, и всё, и сам не заходит. Дверь открыл в комнату, смотрит, что там происходит, но не заходит. Враг — это тот, кто посягает на картину мира, посягает на движение, посягает на территорию, посягает на то устройство, которое есть на данный момент, которое посягает на… Он разрушает, не созидает, а разрушает. Вот те люди, которые только разрушают, а не созидают, они и есть тёмные. Я даже больше скажу, в каждом человеке, внутри каждого есть как тёмное, так и светлое. Говоря о тёмном и светлом, нельзя его выводить из себя и говорить, что вот ты тёмный, а ты светлый. С тобой я буду дружить, а с тобой тёмное я дружить не буду. Нет, это есть всё внутри нас, как примеры жизни. Если я кого-то ругаю, вот подрезал меня кто-то на дороге, и у меня вот просыпается такое чувство прямо, ну сейчас я его догоню, сейчас я его там стопами поучу, сейчас я его тоже подрежу, поступлю, как он со мной поступил. В данный момент человек является представителем, вот как сказано выше, тёмной иерархии. Если я не реагирую на это, если я понимаю, что этот человек мне своим поступком хотел что-то показать, может быть, он хотел мне показать негармоничные мысли мои, которые сейчас есть, и его дорожный манёвр, столь резкий, просто вернул меня в действительность. Может быть, я куда-то сильно забурился, может быть, я куда-то не туда еду, не на ту встречу я еду, может быть, я еду не с теми целями и ценностями, которые есть у меня сейчас. Вот когда человек начинает думать так и говорит этому просто спасибо, сейчас я разберусь с собой и подумаю, а тот дальше поехал. Вот тогда человек является представителем светлой иерархии, тогда света в нём больше. Это как притча. Мальчик спрашивает у старца, давайте у отца, отец, скажи. Вот говорят, что лучше, как мы вообще живём, на чьей стороне, свет или тьмы. Он говорит ему, сравни это с тем, что ты идёшь по дороге своей жизни, справа и слева от тебя есть тёмный волк и светлый волк. Вот кого ты кормишь больше, тот и растёт больше. Поэтому кого мы больше поддерживаем, кого мы больше питаем, к тому мы и относимся. Если мы натягиваем на себя одеяло, значит, мы хотим тьмы. Если мы это одеяло отдаём другому, значит, мы хотим света, если говорить простым языком. Поэтому всё внутри нас и всё инструмент для развития. Я всё. Я бы здесь ещё добавил по поводу, кто же такие тёмные, но немножко с другого ракурса бы на этот вопрос посмотрел. Давайте разбираться с тем, что вложено в этом вопросе стратегически. То есть если мы говорим, что наша планета кем-то захвачена и на ней есть какие-то тёмные силы, которые там очень нехорошие, как нам может показаться и так далее, то мы, по сути, возвращаемся в старое разделённое сознание и говорим, у нас есть образ врага, которого нужно побеждать. Тогда нам некогда заниматься общей целью, созидательной целью, высокой. Причём высокая созидательная цель, она не исключает нейтрализации различных негармоничных сообществ, империи зла, как их называют, и так далее, и так далее. А вот когда мы назначаем кого-то врагом и концентрируемся только на этом, сил на созидание у нас уже не остаётся, потому что мы в этот момент становимся… Во-первых, мы снимаем с себя ответственность за тот беспорядок, который на планете творится. Первый момент. А во-вторых, мы становимся в противостоянии с этим врагом и начинаем все силы тратить на противостояние. И в споре истина не рождается, я в этом глубоко убеждён. Вот, пожалуй, наверное, говоря, так, может быть, очень общо и абстрактно, кто такие тёмные, захваченный мир. Это как зима пришла, в виде ночи сварога, и выпал снег. И мы выбегаем на улице и кричим, «Вы знаете, наша планета захвачена снегом». Ну, это и этап такой. У зимы свои правила. Сейчас новый этап, новые правила. Нужно трансформировать своё сознание и убирать снег, который ещё не растаял, там, где мы его в холодильничке положили. А так он естественным образом тает. И этот процесс происходит с нами или без нас. Мы можем в этом или поучаствовать, или нет. Всё, спасибо. Действительно, это объективный процесс. Зима, весна, лето, осень, утро, день, вечер, ночь. Никто не отменял. Поэтому, кто как заселил, тот так и расселит. Есть объективные надсистемные процессы, которым мы не в силе противостоять. Вот, как Михаил сказал, отменить снег, убрать его по щелчку пальца или остановить дождь. Понятно, понятно. По поводу захватчиков, там, серых, тёмных, и так далее. Как-то выкладывалась у нас лекция «Родовая нить. Серая Вселенская империя. Часть третья. Алексей Орлов на нашем канале Ютуба». Так что, посмотрите. Там многие приводятся очень простые примеры. И кое-что рассказывается об этом. Кого будет интересно, посмотрите. Но сначала рекомендую первые две части посмотреть, чтобы потом понимать, о чём вообще там речь идёт. Дальше. Геннадий Романенков, реплика. Геннадий Романенков, реплика из Ютуба. «Ребята, есть такие люди. Я с кривого рога. Осознание идёт. Слава Богам, предкам наших. Всех благ». От души взаимно обнимаем и передаём кривому рогу большой-большой огромный привет. «Есть наша на земле». Да. Реплика эфира от Виталия из Эстонии. «Наши предки учили нас руки в труде, ум и сердце с Богом. А как в песне Святозара и Ауры мира есть такая чудная и чудесная фраза «Всё есть Бог, а значит свет и тьма являются проявлением Бога Всевышнего и Богов наших». Дальше. Вадим Размытищ. Вопрос в эфир. «От процессов, использующих для достижения собственных целей патриотизм, пахнет тухлой рыбой, так же, как и от процессов, использующих материнское чувство». Это такой вопрос. Так это или не так? И дальше продолжение. «Все политические процессы на планете пахнут тухлой рыбой?» Хороший вопрос. Позвольте, я начну. Скажем так, политика дело очень непростое, но опять же, это часть нашей системы, в которой мы сейчас с вами живём, и если мы говорим, что у нас, я уж извиняюсь, не убран туалет, то кто его будет убирать и кто будет там наводить порядок, и кто будет обезвреживать запахи. Поэтому патриотизм, безусловно, есть те, кто хочет использовать и патриотизм в корыстных целях, люди, которые понимают, как идут волны в, кругу говоря, мироздания, они начинают на них просто кататься, как серфингисты на досках ловят волны и используют, безусловно, и в личных целях, и такого много можно встретить, но мы сейчас не про них, мы сейчас про то, какими нужно, как трансформироваться самому, чтобы поучаствовать в этом процессе на том уровне, который тебе предназначен по рождению? Я очень долго попадал в ловушку, я видел многие происходящие процессы вокруг и слишком много думал о них. Думал, думал, думал и было чувство, что я делаю не то. А делал не то, я ничего не делал, я просто думал о том, как вокруг. А то, как вокруг, это надо учитывать в своей повседневной деятельности и, начиная со своей семьи, стараться делать из малого великое. Сейчас стараюсь и прикладываю все усилия на том месте, где я тружусь. Стараюсь делать коллектив, построить, систему построить. Очень сложно и тяжело, очень сложно и тяжело. Земля, земля — это такое место, где числовой, возьмём так, тонкий порядок, очень сложно изменить. Но для этого мы здесь собрались. И то, что есть, то, что есть, я буду много раз повторяться, это бесценный опыт для нас. Значит, какие мы, то мы и заслуживаем. Если мы не убираемся, как сказал Михаил в этом замечательном месте, то никто там не уберёт. И делать это нужно сообща, делать это нужно совместно. Я скажу даже больше, я очень рад, я горжусь и я испытываю внутреннее чувство восторга от того, в какой стране я живу. При всех тех недочётах, которые есть, и это все видят, потому что это не спрячешь. Если кто-то где-то сделал нехорошее дело, оно будет пахнуть, даже если его видно не будет. Но то, какие процессы происходят сейчас, они меня воодушевляют и вдохновляют. Я поддерживаю слова нашего лидера, сказанные им там, может быть, год-два назад. Он так сказал про тех людей, которые из России уезжают. Как вы к ним относитесь? А он тогда сказал так. Но что можно сказать о человеке, который бросает свою мать и уезжает от неё, хоть она сейчас находится не в таком приглядном состоянии и болеет? вот кто этот человек? И слова очень точно выражают весь политический процесс, который у нас происходит. Давайте трудиться вместе, давайте стараться начинать себя, и мы изменим, мы сможем лучшее, мы сможем большее. Меня, я вам так скажу, что меня вообще очень воодушевляет и вдохновляет то движение, которое совершает лидер нашей страны. Он для меня очень сильный пример. Поэтому вот до глубины души рад работать, рад служить в той стране, в которой я живу. Я всё. Хорошо. Идём дальше. Виталий из Эстонии. Реплика эфир. Держава это тоже Бог. Труд на благо державы это труд на благо Бога, а если мы трудимся на благо Бога, то мы делаем себя благороднее, то есть объединяя свет и тьму в единое целое. Вот, завернул так хорошо. Я не уверен, что держава это тоже Бог, это одно из проявлений вообще того же Бога, как мне кажется, в чём-то одном найти, искать бесполезно, как искать человека в его анализах. Но как-то не умещается Бог в какой-то маленькой части. Он во всём присутствует, если мы говорим о том, все Боги, о Творце. Но держава это инструмент, это инструмент для того, чтобы что-то достичь и сделать, инструмент, который сейчас нам необходим. Не будет державы, не будет развития родов, не будет жизни. Но держава это ещё не Бог. Вы можете дополнить? Я сегодняшний так от себя ляпнул что-то. Да, конечно, конечно, держава — это проявление, это частичка Бога, частичка Творца. Держава, её можно также разложить на мужское и женское, на Отечество и Родину. Это очень всеобъемлющие понятия. И как говорили наши предки, будет достаток в семье, будет достаток в державе. А если будет достаток в державе, будет род и земля процветать. Поэтому она очень точная, очень точная, но требует маленьких дополнений. Хорошо. Дальше. Народное славянское радио для пытливых умов. Продолжение слушайте в следующей части. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор Редактор субтитров